Если второй полуфинал турнира, второй полуфинал плей-офф, даже так, внутри конференции ACC. И сейчас здесь будут играть команда Florida State Seminole, ну и вторым запуском здесь будет играть команда Notre Dame Fighting College. Да, ну вот эти команды играют вторым запуском, и все это происходит на тренинге, который называется Barclay Center. А тем временем мы с вами видим Майка Брейя, это тренер Notre Dame, который дошел до такой стадии розыгрыша. Ну и соответственно его соперником сегодня, по крайней мере, будет тренер Леонард Хэмилтон, который руководит командой Florida State Seminole. 15 тысяч рублей, который руководит Майк Брейя, 17 тысяч рублей, командой из Notre Dame. Такие достаточно долгосрочные отношения связывают со своими командами наставники. Вот, посмотрите, команда первая по реализованным трехочковым, по сделанным трехочковым, и это все Notre Dame. То есть сегодня вполне возможно, вполне вероятно, мы в Notre Dame увидим достаточно большое количество дальних бросков. Здесь уже вопрос-то будет, наверное, в том, с этой дальней дистанции в большей своей части попадет. И это, безусловно, очень важный момент. Итак, Мэтт Феррол, Рекс Плюгер, Стив Астурия, Ви Джей Бичем, Бонзи Коулсон. Стартовый состав Notre Dame. Савьер Ратан Мейс, Дуэйн Бэкон. Ну и сейчас нам, я так думаю, еще раз представят команду Notre Dame Fighting Cary в Golden State Seminole. И будем мы с вами... Будем мы с вами знать и эту команду, чтобы... Заканчивается... Да заканчивается, надо так сказать. Чемпионат регулярный со всеми возможными турнирами внутри конференции. Со всеми возможными матчами регулярного чемпионата. Ну и, соответственно, вот в конференции ACC, вообще конференции ACC, остается провести всего ничего. Остается провести этот матч и финальный. Все, дальше уже только мартовское безумие. Итак, если все-таки заканчивать со стартовым составом команды Golden State Seminole, давайте рассмотрим, скажем так, эту пятерку. И так, обратим внимание... Обратим внимание на этот состав. И что мы здесь, собственно... Что мы здесь, собственно, видим? Леонардо Хэмилтон показывают. Так вот, значит, Florida State Seminole на сегодняшний день... Она имеет у себя в составе Дуэйн Бекон под четвертым номером, под первым номером Джонатан Айзек. Обратим внимание на фрешмен команды. Далее под номером 0 Фил Кофер. 22-й номер, это вот как раз Ксавер Ратан Мэйс. Ну и, кроме того, 14-й номер Теренс Манн. Играет... Вот теперь уже определились. Мы сейчас так... Там будет 5-7 минут. Обросок Рекса Флюгера. И бросок оказывается точным. Ну, по личному, что... Роттердам лучшая команда по исполнению трех очковых. Она и открывает счет образком именно с дальней дистанции. В нынешнем чемпионате эти клубы между собой, конечно же, играли в рамках регулярного первенства. И Florida State выиграла матч 18 января, который был... По Флориде происходил в городе Талахаси. Л. Такер-центр, вот так вот. При... И с половиной тысячи человек. Откуда в Florida State выигрывает у Нотр-Дама со счетом 83-80. Но потом... Потом... Команда уже в феврале, точнее, 11 февраля, едет в Индиану. В город Нотр-Дам, штат Индиана. И там присутствует чуть меньшего количества зрителей, чуть больше 50 тысяч там было. Она проигрывает Florida State 72 на 84. Что лишний раз нам доказывает вот какой тезис. Тактика этого сезона. Тактика этого сезона, где Нотр-Дам, файтинг-карреш, команда, в которой достаточно большое количество снайперов-дальнобойщиков, где достаточно большое количество игроков, которые умеют и которые могут работать со средней дистанции, бросать двухочковый, и вот один из них, это Морди Колсон, который сейчас был на ваших экранах. Эти люди, они могут вполне себе разделать, так сказать, разделать под орех ту защиту, которую играет Нотр-Дам. Ой, который играет Florida State. Florida State, Ленард Хэмилтон, это тот еще жук, тот еще наставник, который ставит своей главной целью работу своей команды через трехсекундную зону. Прежде всего, речь идет, конечно, о защите. Вот, и получается так, что в защите Florida State идет очень большая ставка на работу в трехсекундной зоне. Не то, чтобы Florida State не умеет защищаться трехочкового броска, нет, конечно же, умеет, и умеет хорошо, но все-таки похуже, нежели чем трехсекундная зона. Ну и вот, опять же, средний бросок, дальний бросок, движение мяча. Это то противоядие, которое можно применить против Florida State. И в мартовском безумии, если команда вдруг попадает на соперника, у которого вот эти качества нападения развиты хорошо, то тогда Florida State вполне и проиграет. И если даже это будет какая-нибудь команда не топовой конференции, у которой, опять же, все эти качества развиты хорошо, то кто знает, может быть, это будет очень интересная сенсация. Ну, давайте просто вспомним, вспомним такую штуку, прошлое мартовское безумие, и там была команда Стивен Остин, и вот Стивен Остин как раз взяла и группу Западную Вирджинию. И вот как раз Стивен Остин, команда Стивена Остина, да, она обыграла Западную Вирджинию вместе с таким снайпером, как Томас Уолкоп и другие там парни работали в бросках как издали, так и в бросках со средней дистанции. Западная Вирджиния тоже команда, которая очень хорошо умеет защищаться. Но в то же время тут надо говорить о том, что не сдюжили, попросту говоря, не сдюжили Западной Вирджинии, и это стало одной из сенсаций первого раунда мартовского безумия. Так вот, если у Флориды Стейт вот то же самое будет, то тогда, что называется, привет, приехали. Ну, Флориды Стейт 7 минут на ваших экранах. То, как играет команда в самом начале матча, Теренс Манн забивает сверху. Такая хорошая комбинация была под трехсекундную зону. Ну, небольшой тайм-алл, после чего будем продолжать. Мне нравится. И женщины здесь находятся, и баскетболисты уже готовятся на изготовку. Очень классно рубились тетки из Флориды Стейт. Ну, а тем временем, 19 декабря 2016 года. Вот, посмотрите, эмоциональный весьма момент. И, кстати, на Феррола. Вот он, Мэтт Феррол, который встречает своего брата. Вот. Первый лейтенант, это, если я не ошибаюсь, это младший лейтенант, на наш армейский. И вот его брательник, Бо Феррол, он смотрит за этой игрой непосредственно с трибун. Ну, и, разумеется, вот эта штука, которая осталась еще в наследство со времен Барака Обама, когда Обама обещал, что войска надо возвращать из горячих точек, ну, вот это в какой-то степени оно и играет. Ну, тоже надо отметить, что Бо Феррол, это все-таки первый лейтенант, да, то есть Бо Феррол, это парень, у которого есть некое звание офицерское, это значит, что он все-таки заканчивал какую-то высшую академию. То есть это не просто так, солдат-солдат, это именно что офицер. Поэтому какая-то войсковая должность, и я так думаю, что Бо Феррол, он продолжает служить в армии, в общем-то. Тем более, что в Индиане достаточно много военных частей, и Феррол, я так думаю, там в штате Индиана себе работу нашел, чтобы так особо далеко от дома не уезжать, ходить в увольнение домой. Ну, как бы то ни было, вот, если честно, не слишком интересно, о чем говорит Бо Феррол. Это совершенно такие одинаковые слова, как и все, да. Но факт остается фактом, что вот этот момент, эмоциональный момент, где задействован, в частности, игрок, один из игроков команды, которая в тот момент была на площадке, это действительно интересно. И вот, посмотрите, Мэтт Феррол, он сделал передачи ко всем трем точным броскам команды Ноттердам Файтинг Карриш. Это в данном матче, да, то есть 9-8, и три точных броска с игры, соответственно, три передачи на счету, на счету Феррола. Ну, вот видите как, на Ви Джей Бичема, Бичем тут же бросает три очка и просто в лоб он засовывает, закатывает, так сказать. Ну, и в этом отношении тоже очень интересно посмотреть, будет, насколько вот этот матч, насколько этот матч будет упорным, да, то есть если Дюк, Северная Каролина, это всегда противостояние, и, в общем-то, то, что показали Дюк и Северная Каролина в первом полуфинале, это действительно было что-то сродни такой баскетбольной классике, когда одна команда, что называется, камбэчит, да, и проигрывая там с разницей в 13 очков, то есть самая большая разница была в 13 очков в поводу Северной Каролины, Дюк переиграл Северную Каролину именно тактически, а точнее даже Майкер Жерский переиграл Рою Уильямса, и в итоге получилось так, что Дюк в итоге одерживает победу, очень хорошую победу, которая, безусловно, нужна Блю Девилс. Что же касается вот этого матча, то здесь тоже у меня есть некие противопоказания к нему, потому что, допустим, накануне мы с вами были свидетелями поединка, поединка, казалось бы, сильных команд, весьма сильных команд, это Ноттердам и Вирджиния, обычная Вирджиния, да, Вирджиния Кевелерс. И здесь, что тоже очень интересно, впечатление сложилось такое, что и тот, и другой наставники, они, прежде всего, экспериментировали, да, то есть ничего, только эксперименты, совсем ничего, только эксперименты. И в итоге в этом экспериментальном, скажем, баскетбольном сайте оказались лучше баскетболисты Ноттердама, да, то есть вот их эксперименты оказались куда более существенны, нежели чем эксперименты тренера Тони Беннета, который там пытался и через лидеров поиграть, да и, собственно, в стартовой пятерке двух фрешманов поставил, чего он явно не будет делать в матчах уже маркерского безумия. То есть все началось еще вот при представлении стартовых составов, да. То есть Тони Беннетт, тренер Вирджинии, он, скорее, не открывал карты, он не выкладывал козырей или джокеров на стол и так далее. Что касается Ноттердама, то посмотрите сейчас, что творится, да, то есть, казалось бы, вот она первая смена, и там, где Ноттердам, в общем-то, не меняет даже, наверное, стартовый состав, уже сидит в Астурии, сидит в Астурии на скамейке запасных, и на площадке, допустим, появляются такие люди, как Мартинес Гебен, литовский спортсмен под номером 23, большой такой парень, да. Кроме того, здесь появляется уже сейчас такой дядька, как вот вторым номером Ти Джи Гивз, Темпл Гивз. Вот, так что уже какие-то эксперименты начались в первой же смене, да, в первом же большом таймауте, в таймауте, который был продиктован этой трансляцией. Ну и вот Мэтт Феррелл садится на скамью запасных, да, то есть Феррелл закончил, Бонзи Колсон тоже закончил на свою смену большую, ну и Брайан Ангола Родос бросает, Ангола Родос бросает свиньи штрафного, бросает хорошо. Что же касается Флориза Стейт Семенолс, то здесь давайте вспомним, что многие баскетболисты, они постоянно вовлечены. Да, конечно, есть Дуэйн Бэкон, да, безусловно, почти 17 очков за игру у Дуэйна Бэкона, второкурсника команды, играющего под номером 4. Давайте просто на него внимание в большей части обращать, потому что это один из кандидатов, очень хороших кандидатов, для того, чтобы быть выбранным в первом раунде драфта Дуэйн Бэкон. Так вот, если же смотреть на минуты, проведенные игроками на паркете, то сразу 10 баскетболистов у Леонарда Хэмилтона, они имеют 11 и больше, 11 и больше минут, проведенных на площадке. Вот это очень важно. Ну а совсем скоро мы продолжим, пока же видим Лонзо Болла, это лидер команды UCLA Брюинс. Вот, до таймаута я застрял, ваше внимание, на том, кто и сколько времени проводит на площадке, и пока нам показывают, как Нотр-Дам двигает мяч. Давайте вот что отметим. Итак, у Леонарда Хэмилтона, у него постоянно так, он использует достаточно много народу. Так вот, если мы говорим о заявке из 13 человек, в играх участвовало по 13 человек, да, то есть, постоянно по 13 человек. У него какой-то оперативный резерв, скажем так, да. И получается так, что самый последний из этих 13 он проводил на площадке 7 минут. А тут 7 минут – это неплохо. Более того, 3,5 очка набирал Брэндон Аллен. Он провел 12 матчей, но в любом случае. Вот, Пиджей Савой, 84 минуты и 5,80 очка за игру он убирал. Окей, так вот, 10 игроков у Хэмилтона, они проводят на площадке 11,5 и более минут. Никто из игроков в Флориде Стейт не проводит полчаса. Все игроки, то есть, если брать верхнюю планку, то Дуэйн Бэкон проводит 28,5 минут в среднем за матч на паркете. Мне кажется, важный показатель – у Хэмилтона в баскетбол вовлечены все. Точно все вовлечены в защиту, но в нападении может быть просто… Хотя и в нападении тоже, вы знаете, если смотреть на результативность, среднюю результативность вообще по ходу, то вот Фил Кофер, который вышел в стартовом составе сегодня, кстати, Фил Кофер имеет 3,1 очка за игру. Это самый малорезультативный игрок команды. Только 3 человека имеют двузначное количество набранных очков, но этого вполне хватает. Так вот, если здесь говорить про Нотр-Дам, то давайте обратим внимание вот на какой момент. 7 баскетболистов, только 7 баскетболистов из 13 у Нотр-Дама имеют двузначное количество минут на паркете в среднем за игру. Да, только 7. И 5 из них имеют более 20 минут. Рекс Флюгер пятый, он 21 минуту в среднем за игру имеет. Ну и 4 баскетболиста, это Колсон, Бичем, Феррел и Вастурия. Они играют от Бонзи Колсон 31,7 минуты, а все остальные больше. В Вастурии 34,5. Сейчас Вастурия как раз с мячом. И вот представьте себе, да, то есть у Нотр-Дама все-таки идет ставка на какую-то большую пятерку. И то, что, допустим, Мартинес Геббин появился сейчас на паркете, это не то чтобы для меня странно, но, по крайней мере, здесь подчеркивает в какой-то степени наставник Майк Брей, что турнир внутри конференции это скорее для Нотр-Дама не что-то такое сверхважное, потому что Нотр-Дам заслужил уже себе выход в Мартинское безумие, а что-то экспериментальное прежде всего, и перед Мартинским безумием можно кого-то и проверить. Да, в большей степени тот же самый Геббин, почему бы его не проверить, почему бы его не проверить. У Нотр-Дама матч с Вирджинией был первым в рамках этого турнира, и если смотреть на то, кто и сколько сыграл, то, получается, все те же играют более получаса. Больше того, Бичем в Астурии Феррол по 37 минут, 33 у Бонзи Колсона, Флюгер 28, кстати. Ну и получается так, Темпл Гипс 15, Геббин 10 минут играл, ну и, соответственно, вот, видимо, это будут два игрока, которые постоянно будут работать уже в плей-офф. Ну и здесь стоит обратить внимание, что у Нотр-Дама есть Мэтт Райан, у Нотр-Дама есть Остин Торрес, достаточно такой, с жесткими локотками, я бы сказал так. В Астурии сейчас бросает, в Астурии не точно. И разгоняется Флориде-Стейт, она уже вышла вперед, и тут Татер Эксплюгер забирает мяч у себя на щите. И чей мяч-то будет? Другий мяч Нотр-Дамовский. Получается так. Леонард Хэмилтон 9,5 минут еще играть, и Леонарда Хэмилтона, сейчас нам показали, он как раз начинает такой свой хамильтоновский процесс давления на судей. Нотр-Дам, смотрите, двухочковые броски 0 из 7, а трехочковые броски 5 из 9, но это лишний раз, первая двушка попала у Нотр-Дама. Так вот, тут давайте вот на что внимание обратим, на защиту как раз Флориде-Стейт, которая любит, очень любит работать в трехсекундной зоне, и очень любит защищать все какие-то точки внутри периметра. Вот что касается трехочковой дуги, то здесь не всегда это получается. Бонзи Колсон подряд два раза бросает, и два раза он попадает... Два раза он попадает. Так, ну и сейчас бросок, кстати, довольно-таки. Со средней дистанции 18-19 пока, но это Нотр-Дам впереди. Перл. Колсон 17 очков и 10 подборов на свой счет он записывает. Ну и сейчас Колсон опять, и Колсона, кстати, накрывают. Колсона накрывают, и вот вам, пожалуйста... Мяч, который, я насколько понимаю, он ушел все-таки от Флориде-Стейт Семиналлс в этом быстром нападении. Джонатан Айзек. Семь подборов уже, два очка он на свой счет записывает, и один блокшот. Вот Джонатан Айзек, тоже человек, на которого какой-то расчет не ушел. И он пять звезд получает ото всех фактически агентств, когда он приходил сюда, в Флориду-Стейт. Но нельзя сказать, что Джонатан Айзек стал прямо вот властителем Дум. Да, у него 12 очков, он второй по результативности в команде. У него 7,4 десятых по отбору в среднем за матч. Ну и Джонатан Айзек, надо сказать, что у него 2,08 и 95 кг. То есть, в какой степени Джонатан Айзек, он немножко мышечной массы, ему бы побольше, Феррол, что творит сейчас. Ну что, классно получилось, 23,18. И вот вам, пожалуйста, как только показали нам на эфирной графике, что, мол, у Нотр-Дама не получается играть из трехсекундной зоны, как только нам показали, что, мол, у Нотр-Дама не получается игра вообще изнутри периметра, Сразу Нотр-Дама оттуда начал забивать. 23,18 вот вам, пожалуйста. По трехам еще, к тому же, 5,9. Fighting Carriage. Ну а что касается Florida State, по трехочковым броскам, если брать вот именно внутри конференции, команда очень плоха. 35% попадания, это 13 место. Ну и, соответственно, самих трехочковых очень мало. Десятая команда по выброшенным трехочковым, и, соответственно, 12-я команда по реализованным. Алонзо Триер на ваших экранах, он тоже идет. Тоже идет. Так, ну, тем временем у нас Торрес появился на площадке под первым номером, и Торрес бросает с линии штрафного, а он даже попадает. Торрес давайте посмотрим. Бросил. 24,18 у нас тем временем. Торрес стоит в нападении сейчас работает. Ох, как хорошо. Нашел, действительно, нашел проход, нашел вход, так сказать, в трехсекольный уровень Бэкон. И Бэкон, в общем... Ну, я так понимаю, что Джон Шейгер тут в центре сидит на игру. По имени, видимо, будущего соперника, ну, как, видимо, выиграл, и, действительно, видимо, а именно, очень у соперника, ну, какая-то из этих команд станет в будущем соперником. И надо сказать, что Джон Шейгер даже начал не с четвертьфинала путешествия в турнире конференции. Это тоже такой момент, на который, безусловно, стоит обратить внимание. Пять очков, четыре передачи и ни одной потери. Это тоже очень интересно, какая для Мэтта Феррелла. Ну, видите, как, на Мэтт Феррелл нам обращает внимание. И, на самом деле, это очень важный момент. Очень важный момент. Потому что... Потому что потери для Нотр-Дама, возможно, аукнутся, ну, если действительно аукнутся, в мартовском безумии, опять же, все сейчас подчинено, подчинено мартовскому безумию, возможному участию команды в мартовском безумии, что очень важно. Причем, тоже вот два полуфиналиста конференции ACC, топовой конференции, из которой, скорее всего, в мартовское безумие выйдет достаточное количество команд. И вот это, наверное, даже плохо, что действительно команд выйдет довольно много. Более того, я такой даже прогноз дам, что в мартовском безумии выйдут из конференции ACC семь команд. Семь. В общем, тайм-аут был не самым длинным, и тут же вот Флорид Эстейт делает шут 28-22. Так вот, что касается конференции ACC, мой прогноз, что оттуда выйдет семь команд в мартовское безумие. Опять же, все-таки, я считаю, что это не есть хорошо. Слишком много команд. Ну, в общем-то, и из других топовых конференций тоже будет, я так думаю, немало команд. Как-никак 68. 68 в мартовском безумии, да? Команд участвует. Ну, и тем временем, давайте смотреть на трехочковый. Джонатан Айзек бросает, и Джонатан Айзек не попадает издали. Ну, а тем временем, Флюгер. И три очка. Флюгер хорошая очень передача, и три очка. Мэтт Райан, кстати, попадает. Обратите внимание, да, что вот появились. Мэтт Райан появился, и Геббин появился достаточно рано. Вот Торрес сейчас выходит, Торрес и Райан, которые практически не появлялись в предыдущем матче. Вот сейчас они выходят, сейчас им дает время поиграть господин Майк Брей. Тем временем, Нотр-Дам в нападении. Три очка Райан бросает, Райан неточен. Сейчас вот она, треха летит из Ульга-Стейт, и эта треха не залетает в корзину. Причем Гейбс. Райан, хорошая передача. И Бонзи Колсон в бутерброде, находясь между двумя игроками соперника, он два очка все-таки делает. Колсон, восемь очков и два подбора. И сейчас небольшой тайм-аут за 2.16. Продолжение следует... Да, ну вот мы видим студию и эксперты задействованы. Ну вот, в общем, сейчас пока это нам даже и не нутит, потому что первая половина матча между командой. Вот он, Дам, Брайсен Кайреш и Хорде стоит слимнулся. И здесь пока 33.24, здесь пока Ноттердам впереди, здесь пока мы видим превосходство броска со средней и дальней дистанции над защитой трехсекундной зоны. И вот движение мяча, это, оказывается, важная штука, которая может преодолеть даже такую площадку Донат Хэмли. Бонзи Кулсон 10 очков, он 5 из 7 из игры делает. В сегодняшнем матче 3 очка сейчас, но 3 очка у двойной Бэкона не получаются. Феррел, Феррел бросает, Феррел точно. И, кстати, Феррел попадает 3 очка. 38.24, тайм-аут, конечно же, берет Хэмилтон. Минут 29 остается до конца первой половины. Ну и вот брат Феррел, вот он-то как раз очень рад тому, что он видит от своего родственника. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Тем временем продолжает Флорида Стейт работать. Но вот смотрите, да, грамотное расположение игроков Нотр-Даму уже не первый раз прерывают атаки. Флорида Стейт, которая ведь тоже команда, в которой есть снайпер, есть скоро Гуэйн Бэкон. Но во многом, во многом, и мы с вами сегодня видели, это в какой-то степени давало преимущество в самом начале матча. Флорида Стейт. Так вот, идет загруз в трехсекундную зону у Леонарда Хэмилтона. И если это получается, если соперник как-то вот не слишком хорош в защите в трехсекундной зоне, здесь Нотр-Дам так особо даже и контакт не играет. Не особенно даже силится Нотр-Дам как-то вот войти в контакт с соперником, когда тот играет в нападении. И вот сейчас мы видим там броски Бонзи Колсона с линии штрафного. Ну а с чего все началось? С перехвата как раз. Видите, вот широкая зона. Джонтан Айзек пришел. Зона смыкается где-то наверху. Ну и вот сейчас бросок опять нет контакта. Совсем нет контакта. И зачем, в общем-то, в этот контакт играть? С другой стороны, конечно, вот Майк Брей, он прекрасно понимает, что ему еще играть в мартовском безумии. И сейчас он, скорее, тоже не показывает, совсем не показывает все то, что он видит. И, более того, сейчас он берет тайм-аут. Впрочем, несколько неясно зачем. Тайм-аут. Вот сейчас бросок с дальней дистанции. И нам повторяют, как Нотердам. Что Нотердам делает? Видите, команда пытается как-то тоже себя показать. И сейчас вот эта игра, данная игра, это, скорее, игра не для даже болельщиков Нотердама и Флориды Стейт. Хотя здесь много достаточно болельщиков Нотердама. Не из университета Нотердам, потому что все-таки римский католический университет. И поклонники, допустим, Святого Патрика... Помним, да, что в России теперь будут там на официальном уровне Патрика. Так вот, поклонников Святого Патрика в Нью-Йорке-то в абсолютном предостаточно. Нет, это не обязательно то, что те, кто участвует в Нью-Йоркском параде, пришли сюда посмотреть на Нотердам. Но, но, мы можем с вами говорить о том, что здесь за Нотердам болеют в большей степени, нежели чем за Флориду Стейт. Вот так, наверное, стоит об этом говорить. Но в итоге даже игра Майка Брейс сегодня не для этих людей, а скорее для того, что будет в будущем. Так, тем временем уходят под трибунное помещение те и другие. У нас первая половина матча закончена совсем скоро. Вторая начнется, и думаю, что будет весьма и весьма интересно. И мы собираем все это, чтобы дальше на Северноне кто-то уникал. Майка, спасибо. Майка Брейс. Майка Брейс оченьressadora. Ребята, да, очень благодаря моему миру. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На критическом рубеже в 20 очков Но по крайней мере К этому К этому дело идет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот опять, да, и идет движение мяча И идет поиск игроков, которые в открытых позициях находятся С барского плеча сейчас в трехсекундную зону пропускают игрока соперника И 15 очков остается у Матердама Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну so big В этот раз How to contextual uh DimaTorzok DimaTorzok юмором вастурия с мячом быстрый прорыв 4 в 1 фэррол и самая хорошая передача в астурии зато вот фэррол бросал три очка сейчас и это был открытый бросок в астурии здесь персональное замечание смотрите интер после этого отдает на коллсона коллсон вы знаете вот этот момент с участием в астурии и бонзи коллсона я бы сказал так он сигнализирует нам тот факт что файтинг ариш они все-таки чувствуют они чувствуют себя гораздо сильнее чем соперник соперник не справляется совсем пастурия бачка тур 931 у нас тем временем и хотя бы так спасла с барского плеча можно сказать дали мяч довести до джонатана айзека и тут воткнул мяч в корзину сверху я конечно ошибся я не джонтан айзека и жак смит фэрол фэрол нашел в астурию в астурии как раз против сразу против двоих коллсон на трех очковый дуге находился не попал зашел трехсекундную зону но не попал тем временем проход к кольцу и в итоге мы видим очкам стейт 35 на 49 прл проход фэролы и в итоге это 1 на 35 разница держится большая достаточно двузначная разница держится но это я так понимаю что фол фол игроку фортердама я временем тиджей лифа нам показывают а точнее показывают там вот стива алфорда еще это главный тренер команды у села и брюэнс вот посмотрите последние шесть победить разные команды что этого турнира да и собственно для студенческого баскетболу это очень даже хорошо потому что нету опять же важно что нету какой-то на поле да как какого-либо одного колледжа на все абсолютно пастурия всем временем с мячом и мяч отдается флориде стейт это 1 35 у нас тем временем ну и тут же нам напоминают возможно главную интригу этого матча что победитель он встречается с дюком уже во финале конференции сессии уважаемые друзья смотрите в 9 30 воскресенье по москве как раз финальный матч конференции сессии я думаю что весьма интересно тем временем мы видим как работает флориде стейт и вот опять же вот он трехсекундная зона вот она работа под кольцом соперника и в итоге два очка все таки 37 садится на скамью классных и сейчас не штрафного бросок терренсман забивает два очка три очка в одной атаке сейчас мэтт райан в астурия опять в астурия бросает три вот тоже очень важно для любого тренера конечно же очень важно поймать чей день сегодня мне кажется так потому что сегодня мы с вами видим что бонзи колсон к своим трудом очень много делает у него 13 очков а вот и в астурия вам пожалуйста в астурия сегодня вообще не промахивается такое впечатление и в астурия делает счету 54 на 38 и набирает он 10 очков при этом он попадает 2 из 2 издали в астурия в астурия великолепен в этом отношении и вообще он падать сегодня 5 из 7 это хороший результат в астурия не всегда так стабилен но будет открывается мне дают мяч поймать фэррол идет под заслон фэррол бросает 3 колсон сбирает мяч на чужом щите и тут персональное замечание 21 номер его получает зовут двадцать первого номера флориды крис кому так вот появляется джонатан айзек на паркете нутердам продолжает владеть мячом и бросает в астурия не точно и в то же время да в то же время мяч уже у тесты в астурии не получается сейчас корзины и temple гипс выходит на паркет temple гипс дальше будет продолжать и очка получается у тернса мама забить не получается в и и и и и Три очка. Поехали. It tastes good. Who was... Who is Mitch? TiTian. TiGiTi там. TiTi. TiTi. TiTi ti. TiTi. TiTi TiTi. TiTi ti ti. И вот уже 57 на 44. Бросает и хранит, делает фюгер. Теперь можно было бросить, если бы он умел. А, ну в итоге, что очень интересно, у нас получается, у нас получается, что время на владении мячом закончено. 12 минут еще играть. Пока разница такая, что Бердам впереди. И у Нутердама готовится какая-то там совсем массовая замена. Да. Да. И так поехали. И вторая половина продолжается. И 57 на 46. Так вот счет. Бонзи Кулс. И чем? И от кого мяч? Показывает, что мяч... Снова у нас здесь тайм-аут. Тайм-аут. Тем временем, UCLA и Arizona будут выяснять еще одного соперника по финалу. На этот раз по финалу конференции Бэк-Веллф. И вы сможете знаете, как и финал Кулс. Бэк-Веллф, так и его. Тем временем мы видим фрагменты первого полуфинала. Дюк против Северной Каролины. И здесь мы видим, как Дюк обыгрывает Северную Каролину. Джонтон Айзек открывает Ви-Джея Бичма, который вдруг попер в трехсекундную зону. И здесь мы видим фрагменты первого полуфинала. Борьба. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Скажем так, все эти факты, которые сопровождают полуфинал конференции Pac-12. У нас сейчас уйдет полуфинал конференции ACC. 65-55 Нотр-Дам Файтинг-Ареш выигрывает у Florida State. Ну и, соответственно, Стив Вастурия бросает из неудобной позиции. Колсон забирает мяч. Два очка. Прекрасно. Бонзи Коусон. Отлично. Прекрасно получается. Вородос 16-17 очков в команду выбирает. Прекрасно. 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 Продолжение следует... 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 Колсона Вастурия И очка бросает Вастурия Вастурия не попал Сдвоенный центр Можно сказать и так Комуч и Соответственно Джонатан Айзек Они там забирают мяч И вот здесь вот уже Хэмилтон Выигрывает наконец-то 3 секунды Свою 3 секунды В общем-то Более того Атака на кольцо соперника И вот сейчас Колсон Вот сейчас Колсон абсолютно прав Что он не решил идти До конца Он не решил идти до кольца И это правильно Единственное что неправильно это конечно потери Которая сейчас была сделана Бонди Колсон Субтитры сделал DimaTorzok Так мы с вами видим Как Бонди Колсон Сегодня 4 подбора и 15 очков Но сегодня Колсон особо За подборы играть-то и не приходится Вообще если смотреть на Ноттердам с точки зрения Борьбы на щите То у Fighting Karish 20 подборов А вот у соперника 34 То есть понятно что у соперника Понятно что у Florida State Она безусловно Просто безусловно Она сильнее Сильнее именно в игре на щите Это как раз момент очень важный И с одной стороны Да действительно State она сильнее Своей передней линии Но с другой стороны Вот даже эта передняя линия Она все-таки как-то не сдюживает Против Против Бросков и против Бежения мяча Fighting Karish Basturiya с мячом Basturiya в трехсекундную Нет не вошел он туда Более того еще и мяч потерял Тут же Raton Maze 2 очка Вовремя я бы сказал Для того чтобы подлить Маслица в огонь Интриги этого матча Perl Perl очень хорош Это фолл Ратону Maze Надо сказать что пока это даже не пробивной Даже один плюс один Несмотря на то что это концовка Даже нету один плюс один Вы знаете вот Из того что мы с вами видим сейчас Видно что и Хэмилтон тоже Какие-то свои козыри не разбазаривает Не показывает в этом турнире И вот это как раз и плохо Это плохо тем что Ценность турнира внутри конференции Она конечно нивелируется Особенно если мы говорим про команды Которые Которые Уже точно попадут В мартовское безумие И здесь Главное наверное Для Нотр-Дама Главное наверное Для Урид Эстейт Той же самый Даже для того же Дзьюка Главное не то чтобы Побеждать А то чтобы не показать То есть победить малой кровью Не показать Те козыри Которые будут потом использованы В мартовском безумии Конечно же Минута 27 остается 72.65 еще И судя по всему У нас штрафные броски Намечаются В Астурии уже четвертое Персональное замечание имеет И Сейчас Давайте смотреть На Джонатана Айзека Попадет Не попадет Свои штрафные Айзек 0 из 2 сегодня В линии штрафного Ну а тем временем Тем временем Аризона Против UCLA Здесь пока еще Не началось И здесь пока все ждут Того что случится В Руклине Сейчас я так понимаю Что фол У Нотр-Дама Один тайм-аут У Хэмилтона Два тайм-аута Ну вот сейчас В Астурия Подержать мяч Почему нет Остается уже меньше минуты До конца 6 очков разницы Хэррол бросает Хэррол неточен Между прочим В Астурия забрал мяч На чужом щите И Фатинка Забирают мяч И бультау тайм-аут Успевают попросить Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот Не было заступа Смотрите Не было заступа И тайм-аут Просит Сейчас кстати Последний тайм-аут У Нотр-Дама Просит его в Астурия И в Астурия В итоге Этот тайм-аут И получает И так 72-66 У нас тем временем Ну и соответственно У Нотр-Дама За последние 4 фактически минуты Ни одного набранного очка И остается не так много времени Сейчас в принципе Ох ты Бонзи Колсон Ну должен был конечно попадать С одной стороны Но с другой стороны Не попал И ладно Вот сейчас Колсон Это отец Колсона Ну и садятся Должны уже наверное Садиться Игроки основного состава Можно дать Побега тем Кто Ваакчи Играл Хотя Раны Не все ли равно И те и другие Попадают в маркское безумие Флориде Стейт И Нотр-Дам Будут играть Вот уже В главном плей-офф НCAA Совсем скоро Просинговать Пытается Флориде Стейт Ой-ой-ой Какой плохой фол Против Феррелла Сейчас был сделан Ну и Феррелл Пойдет Бить штрафные Что-то Парит Феррелл пойдет Бить 1 плюс 1 И Феррелл Даже наверное И забросит Штрафные Ну Гуэйн Бэкон Нам повторяют Его проход Кольцо И нам повторяют Гуэйн Бэкон Забивает Эти Два очка Вот сейчас 368 Бросок Не точно Подбор в нападении Бэкон И смотрите Мяч у Флюгера Оказывается Там где дерутся Два сильных Обычно Попытают умные Но Флюгер оказался Тем самым Который Забрал Забрал мяч Ну и сейчас Флюгер тоже Не попадает И 1 плюс 1 У нас тут 3 очка Ратан Мэйс Ратан Мэйс Тоже не попадает Вот Еще Пол И на этот раз Уже Бонзи Колсон За 19 Секунд За 19 Секунд Сополняет штраф Смеяться И наверное Все таки Даже Не только Подпусмяться Не только Для главного тренера Для Майка Брея Потому что Соперник Просто Катастрофически Не летит Что называется Здесь Колсон Попадает Хотя С другой стороны Не все ли равно Попадает Или нет Потому что Здесь у нас Получается Плюсовой бонус 19 И 30 Секунды С мячом И опять На Флюгере На Флюгере Бекон Бекон Два очка Все таки Все таки Делать 77 на 70 И таймаут Берет Хэмилтон Это 30 Ну что же Вот Интересно Да Дюк против Нотр-Дама И Дюк Нотр-Дам Выигрывает Со счетом 22 на 7 Так Если Опять Последние Вот Моменты Стояния То Наверное Все таки Нотр-Дам Где-то Достигает Что-то В этом роде Как будто Нибыло Ждем Уже Финала Между Дюком И Нотр-Дамом Он будет В ночь На воскресенье А На телеканале Виасадспорт Виасадспорт Ждем В воскресенье С вами Трансляцию Смотрел Я Дмитрий Донской До новых встреч Пока